Мы в пустыне, дорогие друзья, пустыня это не такая уж прямо дикая, хотя тут недалеко пустыня Аризонская, но мы в данном случае в пустыне Калифорнийской. Есть такое место недалеко от Лос-Анджелеса и недалеко от Сан-Диего. Тут такая как бы пустыня, превращенная в курортную зону. Вот городок, в котором мы с вами находимся, называется Индиан Уэллс. А вообще здесь есть Паун Спринс, Паун Дезерт и еще несколько городочков. Мы находимся в отеле, тут проходит конференция, в которой участвую я и моя супруга. Вот, ну и вот тут я вышел на балкончик того места, где проходит конференция. Здесь люди играют в Воллс, такое специфическое место, пустыня и вокруг. Отель, много пульсовых полей. Не подумайте, что это вид из нашего окна, это вид в телевизоре. А тут вот у стоечки в гостинице тоже с формы, народ гуляет по Америке. Они к нам присоединяются на некоторое время. И мы пойдем погуляем, я сниму больше окрестностей. Вот, скажите пару слов на форуме ребятам. Всем удачи. Это как-то конспективно очень. Да, мы не знаем. Мы счастливы приедем. Как вам вообще, вы уже ездите по Калифорнии неделю, да? Да, эмоции очень много, да, нам нравится очень. Такое впечатление, если бы все заговорили по-русски, как будто мы дома. А это вид такой, когда вот выходишь из главного входа на улицу, тут вот подъезжают машины, народ выходит. Я хотел, чтобы пальмы посмотрели. Пальмы не растут в... В смысле, они растут в Калифорнии, но они здесь не... Как бы не вызревают, то есть их привозят. Все пальмы, которые в Калифорнии можно увидеть, они привезены из Австралии, насколько я знаю. Конференция наша продолжается до часу дня, а потом мы отправляемся к бассейну. И там происходит неформальное такое общение. И на самом деле, вот из моего опыта посещения всяких конференций, симпозиумов и разных других мероприятий, самое интересное происходит именно в неформальном общении. Хотя, конечно, и выступления бывают тоже очень замечательные. Заходите. Так, вот бассейн. И здесь народ тусуется. Наверное, они пошли в основном покушать сейчас. Вот. Бассейн. Собственно, мы в том же месте, просто я немножко другую перспективу показываю. Мы, друзья, едем по хайвею из аэропорта Палм-Спрингс. Мы возвращаемся в наш отель, в котором отвезли товарища. И снимаем вот пейзажи вокруг, чтобы у вас было представление о, ну, можно назвать пустыне. Но вообще я бы это степью больше назвал. Хотя, конечно, здесь летом температура доходит, так, градусов под 50 бывает Цельсия. И держится несколько недель. Здесь довольно жарко летом. Зимой здесь, можно сказать, рай земной. Здесь очень тепло и очень здорово. И люди приезжают сюда отдыхать. Очень многие американцы имеют здесь домик, где они проводят зимние месяцы. Особенно, когда ходят на пенсию. Поэтому человек работает среднего возраста. И он покупает себе здесь недорого. Даже сейчас, вот, например, здесь новое строительство. Мы видим объявление висит. Написано. Вот 170 тысяч. Я думаю, что если не самое новое, можно и подешевле. Очень приличное, что накупить. Сейчас мы едем, как бы, по такой местности, где местный университет находится. Но вот университет не представляет собой ничего такого громадного, высокого. А представляет собой разбросанные здания, которые вы видите сейчас. Камера показывает. Вот многие из этих зданий, это здания университетские. Я хочу так вот проезжая и показывая вам природу вокруг. Хочу сказать, что в очень многих штатах, Соединенных Штатов, сейчас метели страшные, снегопады в юге. На нашу конференцию не смогли добраться несколько человек из разных аэропортов, где отменили рейс. В Беерии, где мы живем, между Сан-Франциско и Сан-Озе, если кто-то не знает. Так вот, в Беерии сейчас дожди. Там дожди большой праздник. Поскольку дожди бывают всего пару месяцев в году. Вот как раз зимой, когда мы за грибами ходим в связи с этим. Но там сейчас дожди такие, как бы уже один день, второй, третий. Прохладно немножко из-за дождей. А здесь вот такая, можно сказать, лепота. Роща Хаяц. Наш отель так называется. Вот и тут пальмовая роща. Но мы туда сейчас не поедем в рощу. А мы поставим машину на парковку. Что немножко в стороне. Хорошая роща, мне очень нравится. Она такая душевная. Не спеша так, парадно. Жалко, не видно макушек этих пальм. Они такие красивые. Очень, очень красивые. Вот представитель местной фауны. Заяц пустынный. Заяц пустынный. мы уже уезжаем обратно и по дороге в аэропорт зашли покушать на небольшую такую плазу очень симпатично внутри этой плаза вот там вся жизнь снаружи такие стены неприветливые а внутри уже заходишь и так симпатично вот вы видите здесь надписи герд что там у нас рау флорен и вот так внутри смотришь там много-много-много всякого и соответственно в другую сторону тут вообще на милю длиной вот эта плаза торговая то есть она такая немаленькая на самом деле мы продолжаем двигаться по плазе я вам показываю что тут какие фирмы дизель там впереди что-то такое произошло с магазином лиз клейбурн вот там в торце видите у них почему-то 90 процентная распродажа видимо они закрывают магазин и просто избавляются того чтобы есть вот такой пейзаж славный горы в снегу а мы здесь на такой шопинг-плазе что у нас тут вообще вся фирма на самом деле какая нужна жизнь я извиняюсь если камера трясется немножко на ходу для просто еду и снимаю на ходу так с руки мы пришли сюда покушать а вообще соблазнов много такие вроде все хорошие магазины и такие распродажи идут прям и вроде не надо ничего невозможно не зайти вот это искушение которое в америке ты должен научиться преодолевать а то так и будешь шкафы забивать у нас есть знакомые которые никак не могут удержаться на не каждый там несколько месяцев идут и совершенно новые вещи которые они купили сдают куда-нибудь благотворительной организации а только для того чтобы купить новых так ни разу не одеть и опять куда-нибудь сдать а так нормально люди вроде кто-то не не скажешь всякая лига вот мы сейчас поедем панораму показываю изнутри как все это выглядит сейчас не так много людей время утреннее столики а там вот и да итальянская обычно кими-то называется food court то есть ты берешь еду разных видов а также садишься в кружочке и здесь все вместе и употребляют я вот вам хочу показать выбора такое японское место и тут вот ты смотришь и выбираешь а дальше есть просто большой список вот и там поэтому списку всякие еды вот ну и так их их много я вот часто более крупным планом вот они тут всякие разные если не знаешь чего заказать смотришь на картинку и гэш вот хочу вот эту картинку там за 5 8 9 вот наведи на этом поле из-за ветряков по левый по левую а это что такое можете вы задать законный вопрос и я вам сейчас покажу немножко окрестности и заотвечу это мы вернулись в аэропорт сан-хосе новое здание аэропорта очень современная красивая и движемся за собственным багажом на этом можно сказать наше путешествие и закончено